Радио 54 Прямо сейчас послушать Михаила и Алину Сыграйте нам что-нибудь 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 Он просто выше ростом Маланин Маланин Это особое имя Сыграйте нам что-нибудь Сыграйте мы Сыграйте нам что-нибудь Маланин Маланин Сыграйте нам что-нибудь Маланин 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 Браво! Просто вот, ну, я не знаю, я чуть в пляс не пустился, а это значит, что действительно эта музыка вдохновляет, и ребята, ну, просто творят чудеса. Мне кажется, это безумно сложно вообще. Легко. Нет, это сложно. Да, Алина по клавиатуре пальцами скользила. Да, это супер, просто супер. Спасибо вам большое за ваше искусство, за вот эту вот музыку, которую вы наполнили нашу студию сегодня. Спасибо. Кстати, вот, Миша, завтра день рождения. А Алина следом через неделю в день рождения. Поэтому вот мы можем пожелать им тоже успехов в дальнейшем, здоровья, уверенности и хорошей учебы, и чтобы они слушали маму с папой. Благодарна передача, благодарны слушатели. Мы желаем вам удачи и спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Ну, без истории интересной мы вас не отпустим. Расскажите что-нибудь нам, наверняка у вас было много. Ну, у меня была очень интересная история. Когда мне было только всего лишь 7 лет, я только первый год занималась гармошкой, и у нас был концерт в ДКЖ. Опять-таки его проводил Николай Андреевич. И я там принимала в нем участие. У меня тогда еще была маленькая гармошечка. И у меня всегда рядом со мной находился мой инструмент. И я буквально отошла на сцену просто глянуть, кто там играет. Это было, наверное, секунду 3. И я прихожу назад, и у меня просто были выгнуты кнопки. И я понимаю, что мне сейчас следующим номером выходить на сцену, а инструмент просто починить невозможно. Что делать? У меня паника. Я не знаю. И тогда Николай Андреевич принес какую-то гармошку наподобие чего. Конечно, ремни были какие-то, размеры неудобные. Тональность была другая, играть было неудобно. Естественно, инструмент не привыкший, чтобы я на нем играла. Ну, вышла, сыграла. Честно говоря, неплохо сыграла. Потом это, конечно, не на всю жизнь запомнилось тогда, когда такая ситуация произошла. Кто выгнул кнопки, нашлись? Это просто случайно, там ребятишек очень много. Наверное, кто-то сел просто на инструмент или... Ничего себе, ну ты молодец. Ну ты как Паганини на одной струне, да, смогла сыграть. Супер. У нас похожая история была тоже во время этого концерта. Мальчик потерял гармонь, все обегались. И после концерта просто мама отодвинулась за спиной, у нее это гармонит. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.